Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами заценим и выкатим на несколько каточек из ангара FV201А45. Сейчас он появился в продаже в прем-магазине. Заходите, смотрите. За него хотят 3000 голды. Много или мало, мы с вами это обсудим чутка позже, ближе к концу видео. Хотелось бы отметить следующее. Можно взять его за 3000 голый лысый без ничего, только место в ангаре к нему идет. И можно взять вместе с Чифтейном Т95, который отдельно предлагают тоже голым лысым за 6 косарей, ну или за 8000 два танчика. В предложении за 8000 вы помимо двух танчиков получите 2 легендарных камуфляжа на каждой из них, Х5 по 15 штучек на каждой из этих танчиков, аватарщик чисто так по приколу на память, 2 места в ангаре для того, чтобы поставить эти танки само собой, ну и открытое оборудование на оба танка. Насколько вкусное или невкусное предложение, я не знаю. Все зависит от того, насколько вам нужен Чифтейн Т95, если вы там уже определились с FV201. Короче говоря, смысл в том, что оба танка голые лысые за 9, либо за 8, плюс какие-то там к ним плюшки. Не знаю, честно говоря, здесь советовать не буду, все зависит от вашего кармана. Вернемся же к нашей FV-шечке. FV201 танчик неоднозначный по одной простой причине, потому что это тяжик, все-таки тяжик, 7 уровня, но с довольно интересной пушкой у него. Если говорить конкретно об орудии, то танчик нестандартный. Почему? Потому что перезарядка у этого тяжа всего 3,2 секунды. Пробитие 171, что в принципе для 7 уровня, ну прям не потолок, но плюс-минус играбельно. Но честно говоря, сама пушка мне больше похожа на пушку от среднего танка, потому что 160 единиц урона на 7 уровне, да, пускай с такой вот бешеной скоростью перезарядки, согласитесь, это все-таки как бы больше циферка похожая на среднячок какой-нибудь, а иногда даже на ЛТ-шечку. Углы склонения минус 8. Вниз я считаю, что довольно комфортно, довольно приятно, но ввиду того, что в башне его пробивают, поверьте, играть где-нибудь от неровности от башни, ну занятие такое себе, потому что пробивать в принципе вас будут, особенно если вы схлестнетесь с восьмерками. Что же касается ДПМа, как для 7 уровня, 2960 ДПМа, это круто, ребят, это круто. И этот ДПМ, он получается только благодаря альфа, умноженная на скорость перезарядки, и не более того. Реализовать такой бешеный ДПМ в бою очень сложно на этой машине. Но это надо найти каких-нибудь ребят, которые не будут от вас отбиваться, а вы будете стоять и через каждые 3 секунды накидывать по 160 единиц урона. Короче говоря, накидывать по 160, 2900, поверьте, сложновато, то есть вы по сути должны тупо минуту стоять и бить. Ну, короче говоря, имеем то, что имеем. Есть время сведения, которое по циферке просто шикарное, заценим непосредственно в бою. И разброс, он тоже, но как бы не заставляет вас загрустить. Сейчас опять-таки будем в бою это все заценивать. Меньше слов, больше дела. Побежали в бой, посмотрим на что способна эта машинка и нужна ли она вам за 3000 голды. Пока мы запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас, кто смотрит мое видео без подписки, сделайте, пожалуйста, милость. В правом нижнем углу желтый шильдик, наведите на него мышью, и в один клик вы можете стать постоянным зрителем. моего канала. Я вам буду безумно благодарен. Для вас эта подписка ровным счетом ничего не стоит, ни одного рубчика, ни одной копеечки. А для меня это огромный ваш вклад в развитие моего канала. Спасибо вам большое. Первое, что будем заценивать, как обычно, это будем заценивать подвижность данной машинки. В принципе, как для тяжа, машинка едет. Сказать, что она медлительная, нет, абсолютно нет. У меня всегда на ней получалось куда-нибудь перекатываться, занимать какие-то новые позиции. Ну, в общем, подтягиваться туда, где я, скорее всего, более необходим. Ну, или если вдруг мне надо свалить, честно говоря, с какого-нибудь направления, если я понимаю, что меня там просто-таки сольют. Что касается бронирования, ну, вот сейчас, честно говоря, меня не пробили, и это больше случайность, чем закономерность, потому что в целом эта машинка, по крайней мере, мне так кажется, она не отличается какой-то существенной бронированностью. Что же касается скорострельности, да, ребят, ну, посмотрите, то есть вы можете вот так вот стоять, раскидывать через каждые три секунды. Ну, и, в принципе, если у вас есть помощник, у которого скорострельность хотя бы плюс-минус приближена к вашей, вы, соответственно, можете вполне спокойно вдвоем разобрать кого-нибудь абсолютно без печальки. Что касается времени сведения, ну, вот вы сейчас видите время сведения. Заснул наш противник, это дает возможность нам набить наш ДПМ. Это то, что я вам говорил, что ДПМ вы можете реализовать только лишь тогда, когда танчик, ну, не будет сопротивляться. Вот пока эта игровая ситуация была, мы смогли с вами, ребят, заценить точность орудия. Смотрите, быстро сводится и быстро отстреливает точно туда, куда вы целитесь. Я говорю это к чему? Я говорю о том, что очень часто бывает такое, что в машинке скорость перезарядки классная, а вот скорость сведения оставляет желать лучшего. В такой ситуации вы попадаете, ну, немножечко в проблемную ситуевину, в которой вы быстрее перезарядились и вынуждены ждать, пока еще сведетесь. Что же касается этого орудия, здесь такого абсолютно нет. То есть машинка, она по орудию, ну, крайне прикольная. Что касается того, насколько вот то, что я говорил, передвигаться, да, там с позиции на позицию, подтягиваться куда-то, да, абсолютно без печали, абсолютно без проблем. Мы сейчас переехали практически через всю карту, приехали к ПТшке и много времени у нас, ребят, это не заняло, ну, прям вообще. Теперь смотрим результаты боя. У нас победа и, в принципе, вся команда классно сыграла. Мы набили 1400 и сделали 2 фрага, но одного мы просто добрали на 6 и второго мы, ну, добили, да и добили. Что же касается 1400 единиц урона, ребят, в данном бою это, ну, не совсем правильно, не совсем честно. Хотя, в целом, эта машинка способна выдавать такой, ну, результат по урону за бой. Почему не честно? Ну, сами видели, в кого мы откидывали и что при этом происходило. А происходило при этом практически ничего. Но, ребят, с учетом скорости перезарядки, с учетом того, что вы имеете точное орудие с очень хорошим сведением, и на дальних расстояниях в том числе, я бы сказал вам следующее. Даже если враг будет сопротивляться, но вы не сами, то вы все равно будете иметь возможность в него отбрасывать. И отбрасывать в него, да, пускай по 160 будет каждая тычка, но поверьте, его это будет очень сильно раздражать. Особенно, если игрок неподготовленный. Безусловно, если вы уже там какой-нибудь прохаванный, скилованный, но вопросов нет. Эта машинка вас не испугает абсолютно. Вы будете встречать ее в бою, вполне спокойно будете разбивать ее в нижний бронелист, вы будете разбивать ее в башню, будете разбивать ее в верхний бронелист. Короче говоря, как я уже сказал, ну, прям какой-то там сильной броней машинка не хвастается. Но в целом, заезжая на этой машинке не против восьмерок, а против семерок и шестерок, вы себя начинаете чувствовать гораздо комфортнее в отношении бронирования. Сейчас попробуем отыграть против тяжей тех, которые встретятся нам здесь. Нам встретился Блэк Принц. Машинка тоже довольно-таки скорострельная. И вот он тоже отбрасывает по 160, и скорость перезарядки у него плюс-минус такая же, как и у нас. Короче говоря, равный нам, по сути, браток попался. Сейчас подождем, пока отвлекут его немножко, потому что, честно говоря, вылазить под его, ну, пушечку у меня особого желания нет. Хочется пожить, хочется немножечко поездить. Короче говоря, ребят, в принципе, если вы попадаете туда, туда надо, я имею в виду бой, вы приезжаете на ту позицию, куда надо, то в целом на этой машинке отыгрывать, ну, крайне приятно. Мне, честно говоря, иногда даже по фану взять эту машинку и затащиться на ней, просто вот так вот там понакидывать в кого-нибудь с бешеной просто-таки скоростью перезарядки. Так, не могу я, честно говоря, себе найти приличного места как-то здесь в этом бою. Все, куда не покачусь, не туда, куда хотелось бы, и получаю не совсем то, что хотелось бы. Если ускорить перезарядку, то получается вообще имба. И что самое интересное, что с ускоренной перезарядкой, ну, вы стреляете еще быстрее, само собой, но при этом вы все равно продолжаете успевать сводиться. Так, ну, попытаемся этого братка подержать немножко на гусле и, соответственно, его разобрать. Боюсь, сейчас мне будут проблемы от 25-ки, если она меня не вынесет, у меня есть все шансы хотя бы этого брата забрать с собой в ангар. Ну, а дальше, в принципе, я и сам туда удаляюсь. Итак, ребятки, давайте смотреть на броню. Броня, ну, вот как вы видите, в бочинку, понятное дело, шьют вообще без печали. Блэк Принц меня пробил в нижний бронелист и в планку, да, то есть, ну, точнее, не в планку, а вместо соединения нижнего и верхнего бронелистов, по-моему, это не планочка. Но, короче говоря, как я уже сказал, броней машинка абсолютно не хвастается, и кайф от этой машинки абсолютно не в броне, кайф этой машинки исключительно в ее орудии. И даже не в ДПМе этого орудия, а в том, как вы можете бешено перезаряжаться, ну, и, соответственно, бешено отбрасывать. 1760 единиц урона, будем говорить 1770, выше, чем в предыдущем бою, и, заметьте, здесь ребята сопротивлялись и в нас отбрасывали. По результатам команды мы заняли первое место по урону. Да, безусловно, первое место по урону, возможно, связано больше с тем, что ребята меньше набросали, которые внизу списка. Но, в целом, 1770, 1800, 1900, иногда даже 2 с копейками 1000 единиц урона для этого танчика, ну, как бы, абсолютно без печали, можно такой результат получать. Итак, ребятки, теперь давайте подходить к вопросу, а нужно ли и стоит ли брать эту машинку за 3 косаря. Давайте на секунду вернемся к результатам боя, там, где у нас была победа, там, где мы что-то набросали, и посмотрим на серебро. 27000 серебрушки, и это с учетом того, что мы получили 2-го, ну, 2-й степени медальку, да, то есть знак классности 2-й степени. Короче говоря, машинка, честно говоря, ну, я бы сказал, не для фарма. Да, безусловно, фармить необходимо на 8-х уровнях. Там фарм получается самый нормальный, то есть вы не играете против десяток, и коэффициент вашего фарма выше, и, соответственно, заработок ваш выше, потому что чем выше уровень, тем больше вы зарабатываете. На семерке вы не нафармите столько, сколько можете нафармить на восьмерке, при одинаково удачных боях на восьмерке и на семерке. Поэтому машина однозначно не для фарма, но она плюсик приносит, и плюсик, в принципе, существенный. Что же касается предложения за 3000 голды, я бы, честно говоря, рекомендовал эту машинку взять тем, у кого есть свободных 3000 голды, и вам нужна машинка чисто для удовлетворения следующих потребностей. Это в коллекцию, это заехать по фанеца на седьмом уровне, поотстреливать с бешеной скорострельностью. Насколько часто вы будете брать эту машину? Ну, тут одному богу известно. В зависимости от того, насколько она вам зайдет. За 3000 годные восьмерки, ну, не встречал, ребят, не встречал за 3 косаря годные восьмерки. Я встречал годные восьмерки там по акциям за 3500, за 4500, иногда за 6. Да, вопросов нет. Тогда со скидками, безусловно, если взять за 3500 какую-нибудь годную восьмерку, то, безусловно, лучше, чем вот эту семерку. Но в целом, как в коллекцию и чисто по фану, машинка довольно прикольная. Но это мое субъективное мнение. Напишите в комментариях, что вы о ней думаете. А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, буду рад вас видеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, я отвечаю всем. Всего хорошего вам. Мира и спокойствия.